И стартовала команда в кубке вызова «Лучше некуда». В первом матче Енисея СТМ одержал победу над английским «Вустер Уориорс». В Москве, где проходил матч во время подготовки и на самом поединке, была и наша съемочная группа. Итак, первая серия проекта «Вызов Енисея». Из окна столичной гостиницы виден туман. Для любых спортивных матчей погода не очень. Плюс три. Боевой и позитивный настрой без него никуда. После чемпионата России прошло всего девять дней, а впереди у команды игра первого тура группового этапа кубка вызова. Едем на тренировку весело. Вся команда в одном автобусе. Именно эти ребята из Енисея СТМ год назад совершили прорыв. Они одержали две победы над крепкими европейскими клубами. Во главе экипажа тренер команды Александр Первухин с супругой. Обычно так централизованно Енисея СТМ передвигается по Москве. Пробки утомляют, но рэкбисты не теряют ни минуты. И как в школе передают друг другу шпаргалки, изучает соперника. Мы уже начали конкретно разбирать, какие они комбинации играют. То есть друг друга изучают, и они вас. Но да, наверное, мы больше их изучаем. До матча с английским в устром один день. Сегодня никаких серьезных падений. Разминка. Московский стадион «Слава» небольшой, но уютный. Главный тренер команды Александр Первухин пристально следит за каждым. Себя называет не иначе, как счастливым детским тренером. У многих детских тренеров мечта дойти со своими воспитанниками до высших. Я один из тех немногих, наверное, которому удалось с этими ребятами дойти до чемпионства. Сделать из простой заводской второсортной команды Красноярский. Сделать один из лучших клубов России. Вечер после тренировки все проводят по-разному. У каждого человека перед игрой у нас свой ритуал. То есть кто-то каждый раз совершает его, допустим, кто-то вообще не ест в этот день. Но я буду есть и буду есть быстрые углеводы. Утром перед игрой обязательный ритуал. Прогулка всей командой длится на не более 10 минут. Затем на игру. Первые минуты матча. Стадион заполнен. В основном за красноярцев болеют москвичи. Уже на второй минуте наша команда открывает счет. Тяжелая машина постоянно атакует, продавливает оборону англичан. Уже к седьмой минуте 10-0. Индивидуальная ошибка привела к тому, что счет сократился. К тому же травмы получили двое игроков. Станислав Сельский в итоге покидает поле. А Дмитрий Герасимов за опасный прием получил желтую карточку. И на 10 минут СТМ остался в меньшинстве. Но даже в этой ситуации команда продолжала атаковать и гнуть свою линию. В итоге 19-12. Победа. Победа! У своей команды можно смотреть бесконечно. Красноярский Енисей СТМ подтверждает свое право пребывать в элите европейского регби. Жена, привет! Мы хотели удержать эту победу. Мы понимали, что мы можем победить. Это было самое главное. Начали игру мы очень хорошо. 10 очков мы сразу в копилку принесли. На сегодня все. Фото на память, автографы и похвала самого главного болельщика – мамы. После такого скажу только «Вау!». Сегодня великолепная игра была. Мы лучше всех, как всегда. Пытаясь не замечать триумфа сибиряков, англичане уже в сумерках нехотя выйдут из раздевалки. Это был жесткий матч на жестких условиях. У России хорошая команда, очень физически развитая. Но в другой день, надеемся, мы все же встретимся опять и тогда победим. А как ваше ухо? А это ерунда. Уйти незаметно так и не получится. Сибирское гостеприимство садит всех за один большой стол. Мы желаем клубу «Востер» победы в следующем туре над Бривом. И искренне желаем поправить турнирное положение в английской лиге. Долго ликовать – плохая примета. Уже завтра самолет, тренировки и еще раз тренировки. Вызов Енисея только начинается. Московский этап пройден. Впереди у ребят игра в Краснодаре менее чем через неделю. А значит жизнь в стиле регби продолжается. Анастасия Прохорчук, Владимир Фетисов. Новости 7 канала. При поддержке программы «Спортивный клуб. Москва».